Всем привет! На связи Алексей Мамонтов и компания PandaWay. Сегодня я расскажу вам о электроавтомобиле с увеличенным запасом хода Ли Уан. Именно электромобиль не гибрид, как писали многие в комментариях под нашим прошлым роликом. Сразу приношу извинения любителям чистых электромобилей, но назвать гибридом автомобиль, в движение которой приводят два электромотора, у меня просто не поворачивается язык. Да, здесь есть бензобак, да, здесь есть ДВС, но он нужен только лишь для того, чтобы при необходимости подзаряжать батарею. Будете вы делать это или нет, зависит только лишь от вас и от расстояния, которое вам необходимо будет преодолеть. Официальное название таких автомобилей Extended Range Electric Weakle, что в переводе с английского обозначает электроавтомобиль с увеличенным запасом хода. Данным автомобилем мы пользуемся уже месяц, за это время проехали 2500 километров и кое-что о нем уже узнали. И об этом сегодня хотим вам рассказать. Начнем с внешнего обзора. Длина автомобиля 5 метров, колесная база 2,94, ширина 1,96, высота 1,76. Клиренс данного автомобиля составляет 18 сантиметров. Данный автомобиль чаще всего сравнивают с Volvo XC90, с BMW X5 и с Range Rover. Здесь мы предоставим сравнительную характеристику с Volvo XC90 и BMW X5. По нашему мнению, эти автомобили наиболее похожи на Li-One. Некоторые люди спрашивали в комментариях, почему мы выбрали именно Li-One. Ведь в Китае очень много подобных автомобилей. Некоторые из них даже и превосходят Li-One по техническим характеристикам. Честно признаться, друзья, подкупил внешний вид. Вы только посмотрите на эту красотку. Субтитры сделал DimaTorzok Спереди за решеткой радиатора скрываются заслонки. Автоматические заслонки, которые производитель сделал таким образом, что они при большой скорости автоматически открываются для уменьшения сопротивления ветра. По краям у нас два аэродинамических отверстия. Здесь спрятан крюк для буксировки автомобиля. По всему периметру автомобиля идут партроники. Партроники работают четко. Также камеры. По камере встроены зеркала, которые отображают у нас боковую часть полностью. Также камера сзади. Партроники сзади. Соответственно, с правой стороны лючок для подзарядки батареи. Один стандартный разъем для медленной зарядки автомобиля, который находится практически на всех заправках и на большинстве стоянок в Китае. Данный разъем заряжает автомобиль с 0 до 100% по заявлению производителя за 7 часов. Но это не так. Мы проверили. Фактически получается с 20% до 100% 9-10 часов. С правой стороны у нас имеется разъем для быстрой зарядки автомобиля. Через данный разъем автомобиль подзаряжается с 30% до 80%. Внимание! За полчаса. Друзья, это, чтобы понимали, выпить чашечку кофе где-то на заправке при путешествии по Китаю. Дальше. Багажник. Есть, конечно же, автоматическое открывание двери. Удобно. Очень удобно. Это порадовало. В образцовой модели этой функции не было. Багажник. Я бы не сказал, что он большой. Багажник, конечно, вот он. По ширине номера автомобиля. Но есть функция ровный пол. Откинули мы. И в этот багажник можно поместить слона маленького. Что находится у нас здесь? Друзья, это главный минус. Нету ни запаски, ни докатки. Ничего, к сожалению, нету. Смотри, а как я без колеса останусь? Уже встал и все, и до свидоса или как? А эвакуатор буду ждать, что ли? Поэтому, если прокололось колесо, вызывать сервис. Ну, либо качать насосиком. Есть. В комплекте идет насос, которым вы, по идее, должны... Как я спросил у менеджера, а что мне делать, если колесо проколется? Он сказал, накачивайте колесо и потихонечку, потихонечку, потихонечку ковляете до сервиса. Так, по багажнику, кроме всего прочего, очень приятно, что продумали до мелочей, да, все. Есть 12-вольтная подпитка, лампочки по бокам, с двух сторон у нас тут фонарики, акустическая система. В автомобиле шикарная. 12 колонок, которые создают просто эффект 4К звука. Друзья, посмотрите, вот это вот, все вот эти крючочки для пакетиков, там, для мешочков, для крепления, для всего. То есть, все это, все здесь, все в порядке. Хватает всего. Кнопочки. Закрытие, закрытие багажника или закрытие полностью в автомобиле. Поехали. Что касается багажника. Открыть багажник можно тремя способами. С пульта. С пульта. Кнопочкой. Ну и, соответственно, бесконтактным способом. Алексей, покажи, пожалуйста, еще раз, как бесконтактный. Третий способ, это бесконтактный. Открыть можно ногой, но только в том случае, если ключ от машины находится в кармане. Данным способом можно как открыть багажник, так его и закрыть. Удобная функция. Поехали дальше. Лечок бензобака. Стандартный лечок, ничего особенного. За ловым стеклом находятся камеры, следящие за полосой движения и видеорегистратор, соответственно, встроенный. Колеса по умолчанию идут. Мишленовские, 20-дюймовые колеса. Резина широкая, достаточно проходимая. Проходимость мы проверили на песке, в том месте, где застрял наш лексарик. Вот именно в этом песке мы застряли и не смогли подняться вверх. Сейчас мы протестируем это же самое место на Лиуане. На ЛТ здесь все-таки передний привод, здесь полный привод. И колеса пошире, я думаю, что должно быть все нормально. Рискнем. Надеюсь, что не придется нам бежать за трактором. Ну, трактор здесь должен быть недалеко, если что. Низ проехали отлично. Машина прям уверенно прошла. Машина прям уверенно. Машина прям уверена. Субтитры делал DimaTorzok 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 Адрон-то живой! Деревья попилил, Адрон живой! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас нам предстоит крутой спуск с горы И не хотелось бы стирать колодки А хотелось бы задействовать двигатель Чтобы он оттормаживал и одновременно подзаряжал батарею Для этого на панели приборов На основе панели здесь есть у нас кнопочка Спуск с горы Это мокрый асфальт Нажимаем спуск с горы И все Здесь на табло Отображается сразу картинка Уклон Машина чувствует, что есть уклон у нас сейчас Режим активен Поехали! А теперь самое интересное Перейдем к салону Честно говоря, нам очень понравилась комплектация Черный кузов и белый салон В демонстрационной модели, которая стояла в салоне Салон был из Курзама Финальную версию они доработали Они улучшили И сейчас обивка руля Обивка переключения передач Обивка сидений Именно внутренняя часть Все обито кожей напа Остальное кожзам Но что бы хотел сказать лично от себя Качество кожзама Практически не отличается от кожи напа Очень такая добротная отделка Приятная на ощупь Как нам поведет себя в будущем мы еще увидим Но пока Пока за месте использования Я скажу, что состояние очень-очень хорошее В салоне находятся 4 монитора Первый 12,3 дюйма Второй 16,2 дюйма Третий 12,3 дюйма Нижний 10,1 дюйм Левый и верхний монитор В левой части отображает проигрываемый трек Или навигацию Снизу показывает, сколько можем мы проехать На заряде от батареи И также, сколько сможем проехать При использовании генератора Средняя часть Спидометр Круиз-контроль Автопилот И контроль за полосой движения В правой части Посередине две графы Верхняя показывает Расход с момента последней зарядки От батареи Нижняя показывает Расход на топливе С момента последней заправки Снизу показывает общий пробег И температура за бортом Центральный верхний монитор Это большой мультимедийный экран На котором вы можете просматривать видео Управлять музыкой Выводить навигацию А также выводить отображение Важных данных по автомобилю Таких как давление в шинах Либо отображение Используемого двигателя в данный момент Верхний правый экран Это мультимедиа для пассажира С обновлением прошивки Производитель собирается Для этого экрана Сделать отдельный вывод звука То есть пассажир Может ехать на правом сидении И слушать свою музыку Или смотреть свой фильм В то время как Все остальные пассажиры в салоне А также водитель Будет слушать музыку Через общую акустическую систему Центральный нижний экран Это самый главный экран По управлению автомобилем Здесь у нас управление кондиционером Управление подогревом руля Подогрев и вентиляция сидений Подогрев сидений есть в первом и во втором ряду Вентиляция сидений есть только в первом ряду Допустим, ваш друг оказался больше вас Он поездил, попользовался машиной И теперь вы хотите вернуть обратно свое положение Достаточно зайти в эти настройки И нажать циферку 1 в данном случае И все Кресло пододвигается под ваши настройки Далее, друзья, интересная функция Там, где нарисовано кресло Данная функция отправляет вас в сон Допустим, вы едете на дороге Почувствовали усталость И захотели вздремнуть минут 10-15 Нажимаем на это кресло Выбираем нужное время Допустим, 10 минут Кресло переводится в лежачее положение И ровно через 10 минут Оно вас будет возвращением в ваше обычное состояние Выключение Выключает полностью среднюю и правую часть мониторов Остаются включенными только первый основной ваш экран И центральный нижний экран На котором расположены все кнопки управления Включение происходит нажатием на экранчик В правом верхнем углу Отображается состояние качества воздуха В данный момент В машине стоят датчики Которые показывают уровень загрязнения В данный момент уровень загрязнения 8 И это не очень хорошо В машине установлена мобильная связь 4G Мы видим полный сигнал Данная связь Дает возможность пользоваться интернетом Музыкой, роликами На протяжении всего года На следующий год нам просто придется продлить подписку Плюс Центральный подлокотник очень эргономичный Под ним располагается первая ниша бардачка В которой есть USB разъем Type-C И аудиовыход для наушников При открывании подлокотника Ниша подсвечивается встроенной лампочкой За первой нишей скрывается вторая Более глубокая Индивидуальная подсветка в салоне Включается с сенсорным нажатием На конкретную лампочку Друзья, а теперь Одна из моих самых любимых деталей В этом автомобиле Панорамная крыша Она просто огромная Занимает почти всю крышу автомобиля Передняя половина ее, естественно, открывается При открытии поднимается защитная сетка Мой рост метр восемьдесят пять Ноги достаточно длинные Это мое нормальное положение Довольно много места И сейчас Откроем задний ряд И посмотрим Какого будет сидеть Такому же человеку, как я На заднем ряду Друзья мои Места очень много Места очень много Комфортные сидения Напомню, что мы взяли Шестиместный вариант В шестиместном варианте Два кресла Не диван Места предостаточно Я даже могу еще подвинуться вперед Если сзади будут ехать еще люди Впереди большой человек, как я Сзади тоже предположим такую ситуацию И сейчас давайте посмотрим Что же будет происходить сзади Итак, здесь у нас все удобно Перелезаем на крайний ряд Проход узенький Но пройти можно Ну что же Тесновато Тесновато Сразу скажу Признаюсь, честно Не очень комфортно Но ехать можно Два человека здесь Поместятся Этого можно немножечко подвинуть вперед Нечего там кайфовать А так, в принципе Ехать можно Но если предположить, что У вас планируется Тур Длинный, длительный тур На тысячи километров То здесь, конечно Взрослому человеку Будет ехать некомфортно Поэтому Садим сюда детей И едем путешествовать Потолок в машине Достаточно высокий Что на переднем ряду Что на среднем Что на заднем Головой я не упираюсь Для пассажиров На среднем ряду Имеется управление Управление кондиционером Подогрев сидений Скорость вентилятора Температура Подзарядка Два разъема USB Type-C Подстаканчики Подлокотники регулируются На необходимое вам положение Либо убираются совсем Управление креслом Переднего пассажира Сзади можете легко управлять Кресло водителя регулируется По вылету По высоте По наклону спинки кресла И что самое интересное Есть регулировка поясничного отдела Другой интересный момент Это отображение Всей информации о машине В приложении телефона Вот так выглядит приложение Через данное приложение Вы можете закрывать Открывать двери Управлять стеклами Вот сейчас У меня отображается Что стекло Не закрыто Вы видите Стекло открыто Нажимаем Закрыть Через приложение Также можно Открыть автомобиль Для этого Он потребует Отпечаток пальца Здесь же можно Открыть багажник И так же Можно его закрыть Здесь же можно Включить кондиционер Обогрев Отображается температура Внутри салона Местоположение Где находится Данный автомобиль В настоящее время Каждый раз Как только машина Была припаркована Она делает фото И отправляет Все это На сервер Соответственно Все отображается С четырех камер Это было Все самое интересное Остальное Для китайцев Здесь сверху Вы можете Видеть Дистанцию На которую На данный момент Хватит заряда Вашего автомобиля Включая батарею И включая бензобак Конечно же Я знаю Что все это Пантики Вам хотелось бы Заглянуть под капот Этой малышки Давайте это сделаем А здесь все закрыто Ломбами Открывать нельзя Есть только Лючок Для Омывающей жидкости И все Все остальное Для сервисного центра Но что же Находится внутри Под капотом Сердце Этой машинки Для этого Мы сейчас Поедем в автосалон Посмотрим там Из чего состоит Наш ливанчик Друзья Сейчас мы находимся В шоуруме И посмотрим Что находится Под капотом Машины Это мы уже показывали В прошлых наших роликах Повторим еще раз Конструкция автомобиля Довольно простая В передней части Под капотом Располагается Турбированный двигатель Объемом 1,2 литра Который вращает генератор Который В свою очередь Заряжает батарею Справа от него Находится генератор И передний электромотор Мощностью 100 кВт 136 лошадиных сил Крутящий момент Его 240 ньютон метров По центру Расположена батарея Мощностью 40,5 кВт Часов В задней части автомобиля Находится бензобак На 45 литров Кушает наша машинка 95-й бензин Сверху На бензобаке Расположено Устройство Для очистки топлива За бензобаком Находится второй Электромотор Мощностью 140 кВт 190 лошадиных сил Крутящий момент Его 290 ньютон метров Итого Суммарная мощность Составляет 240 кВт 326 лошадиных сил Общий крутящий момент 530 ньютон метров С этой мощностью По заявлению производителя Автомобиль разгоняется С нуля до сотни За 6,5 секунд Но по факту С двумя пассажирами Мы разогнались За 7,5 секунд Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Друзья, что касается техобслуживания Так как здесь есть ДВС и электродвигатели То техобслуживание разделяется на две части Первая часть Относится К тем Кто ездит на автомобиле Используя ДВС В этом случае Придется приезжать На техобслуживание Каждые 10 тысяч километров И менять расходники Согласно данной таблице Для вашего удобства Мы перевели все на русский язык И переконвертировали Юани в рубли Но Если вы используете Только электродвигатель То на техобслуживание Придется приезжать Каждые 20 тысяч километров Друзья, сейчас мы стоим возле Семиместной версии Посмотрите, чем она отличается От шестиместной Во-первых, это диван Что хотелось бы заметить Здесь нет электродоводчиков Отличие, да? От шестиместной версии Все Все вручную Посмотрим, что здесь находится Подлокотник Со шкатулкой И здесь, наверное, подстаканники Поэтому, если брать автомобиль Для деловых встреч Как сделали это мы Нужно брать Шестиместную модель Лисян Дарит владельцам Бесплатно Свою зарядку Свою станцию зарядную Которую они Устанавливают Также бесплатно На вашей парковке Ну, это Касается Китая, конечно Это стандартная зарядка Не скоростная Обычная зарядка Провод 7 метров Что хотелось бы сказать В завершении Машина очень понравилась Пользовались ей уже месяц Проехали 2,5 тысячи километров Есть недочеты В основном Все недочеты По электронике Бывает система Где-то подтормаживает Где-то не доработана До конца Но Лиуан сказал Что они Это все устранят Со следующими прошивками Главный, конечно Минус Для наших покупателей Те, кто захотят Приобрести данную машину Это китайский язык С ним, конечно же Приобретать автомобиль Ну Я бы не советовал Потому что Одно дело Мы проживаем в Китае Мы как-то можем С этим всем решить Другое дело Если человек в России Купит данный автомобиль На самом деле Странно Почему они не установили сюда Хотя бы английский язык Но Как сказал менеджер Компании Лиуан Этот автомобиль На данный момент Предназначен На внутренний рынок Китая Пока Они не собираются Поставлять его За границу И как они сказали Что мы Первые Покупатели Иностранцы Кто приобрел Лиуан В основном Покупают его китайцы Данный автомобиль Стоит 328 тысячи юаней За такие деньги Ну Честно признаться Я не встречал Автомобилей С такой комплектацией Когда сидишь В этом автомобиле Понимаешь Что Продумали Даже мелкие детали Даже вот такая Небольшая деталь Как Маленькая Микролампочка Которая Расположена Над рукояткой Переключения скоростей Которая Освещает Только эту область Где у вас Будет находиться Телефон Стаканчики Ночью Она не мешает Совершенно Ее незаметно Но эту область Она освещает Даже такая Небольшая деталь Вызывает уважение К дизайнерам К техникам Ко всем тем Кто Прорабатывал Эту машину Я никогда не думал Что скажу такое Про китайскую машину Но машина Получилась у них Отличная Вчера Мне пришлось Сесть На наш Старый Лексус Закончился Техосмотр И пришлось Ехать на ней На станцию Техобслуживания Ребят Я сел В Лексус Чтобы вы понимали И Было такое Ощущение Что Я пересел С Мерседеса В Запорожец Это Широкая Большая машина В которой комфортно Ездить Путешествовать За месяц Мы проехали Две с половиной тысяч Километров И ребята Я хочу ездить на ней Все больше И больше И больше В этой машине Я забыл Как звучит двигатель Когда запускается Генератор Его слышно Но это Немножечко по другому Чем в бензиновой машине Здесь он просто работает Работает И подзаряжает Аккумуляторную батарею В бензиновом Авто Вы садитесь Вы нажимаете Педальку И вы слышите Рев Рев мотора Здесь этого нет Здесь тихий Четкий Набор скорости Разница между Бензиновым автомобилем И электроавтомобилем Безгранична Когда вы почувствовали Мощь Электродвигателя Когда вы почувствовали Набор скорости Который происходит Моментально Без всяких Ревов Без всякого Жужжания Я думаю Что обратно На бензиновую машину Пересесть Будет очень тяжело Многие говорят Что лучше взять Чистый электрокар Да Сейчас делают Некоторые электрокары Которые проезжают 300 400 Некоторые даже 600 километров Ребят Но в этом случае Вы становитесь Привязанными К розетке Здесь Есть бензобак Который подзаряжает Аккумуляторную батарею Если по дороге Нету Станции Зарядки Вы просто заливаете бензин Едете дальше Но Плюс в том Что это не гибрид Опять же Залив бензин Вы не слышите Рев мотора Вы спокойно Продолжаете ехать На электромоторах Которые точно так же Тянут машину С такой же скоростью С такой же мощностью И это круто Ребят Ребят Я надеюсь Вам понравилось Наше видео Если понравилось Поставьте палец вверх Если есть какие-то вопросы Пишите в комментариях На этом мы не прощаемся Будут еще ролики Мы также будем Тестировать эту машинку Как некоторые писали Чтобы мы Оставили отзыв Через год Об этой машине Я скажу так Мы будем оставлять Отзыв Раз в месяц Или в два месяца Поэтому Вы нас не потеряете И будете в курсе Того Как живет Китайский Электромобиль С увеличенным запасом хода А с вами была компания PandaWay Из Китая Будьте с нами У вас все будет хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому